МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Конфликт — это нормально, значит, это живой, здоровый, хороший организм. И всё-таки речь про конфликты допустимого уровня, которые, ну пусть если и отвлекают, то не сильно, и самое важное, не вредят здоровью и жизнедеятельности? Можно различать два направления конфликта — внутренний конфликт и внешний конфликт. Внутренний конфликт внутри себя. Это способствует развитию в конечном итоге. Внешний конфликт может очень серьёзно навредить. Внешние конфликты в учреждении образования, коль сегодня мы говорим об этом, конфликты ребёнок-ребёнок, ребёнок-учитель, ребёнок-родитель в структуре системы образования. Ну и, конечно же, конфликты учитель-родитель. Очень важно понимать, что происходит. Очень важно понимать, как локализовать эти конфликты и как правильно выйти из ситуации для совместного, дальше эффективного образовательного процесса. Безусловно, любые конфликты могут мешать образовательному процессу. И в итоге проиграют все. С чем из вышеперечисленного и родителям, и детям, и педагогам, подготовленным специалистам, зачастую бывает достаточно сложно работать? С ходу не скажешь о том, какой из вариантов конфликтов более сложен. Всё зависит от того, насколько этот конфликт уже запущен и насколько стороны готовы прийти к примирению. Очень важно на раннем этапе, в ранней стадии развития этого конфликта, на него обратить внимание, понять, что это конфликт и что нужно сделать стоп всем странам этого конфликта. И здесь, как понимаю, достаточно много работы предстоит социальным педагогам и психологам, которые работают в школах. Есть ли к ним доверие со стороны детей в первую очередь? Безусловно, основная тяжесть работы в этом вопросе, но и интерес при этом, ложится на плечи педагогов-психологов в первую очередь, ну и, конечно же, педагогов социальных. Педагог-психолог – это условный врач души в учреждении образования, который знает признаки определенного заболевания, который знает, какими формами, методами, путями излечить вот это заболевание и как потом проводить в дальнейшем профилактику этого заболевания. Сегодня учреждение образования, педагог-психолог – это ключевая фигура. Он должен помогать не только детям, он помогает родителям и, безусловно, помогает педагогам справиться с любой конфликтной, либо сложной ситуацией в учреждении. Всегда ли так в жизни? Вы отслеживаете, вот насколько уровень доверия высок в учреждениях? Вы же понимаете, как в любой другой профессии, все зависит от профессионализма, от опыта работы. Все зависит от того, насколько любит этот специалист свою работу, насколько он в нее погружен и живет этим. Знаю, на национальном уровне в Беларуси уже работает точечно пока в том или ином из регионов служба школьной медиации. Как считаете, необходим ли такой проект, такая инициатива нашей области? Я думаю, что он очень необходим. Эта служба будет помогать и ребятам, и педагогам, и родителям находить выход из самых кризисных ситуаций. Проект этот очень интересный. В этом учебном году этот проект запущен в Гомельской области. Что он собой представляет? В идеале школьными медиаторами будут выступать сами учащиеся. Но для того, чтобы их обучить, нам необходимо обучить определенную группу педагогов. И это педагоги, в первую очередь, педагоги-психологи. Гомельским областным институтом образования разработана обучающая программа, недельный курс по обучению школьных медиаторов. Вот этот проект, он достаточно интересный на уровне республики. Пришлось поработать, пришлось найти материал для обучения, пришлось привлечь специалистов с республики, потому что опыт новый, и он сегодня получает определенное развитие. Еще, когда в школе появятся педагоги-медиаторы, они смогут работать с детьми, разработаны курсы обучающие для ребят, а в дальнейшем сами ребята по методике равное обучает равное будут работать в этой службе. Это будет здорово. Ну что ж, будем надеяться, что с внедрением такого полезного проекта в нашем регионе конфликтов станет меньше, пусть и небольших, пусть их будет меньше. Спасибо за это интервью, успехов в делах и до встречи в эфире. Спасибо. Спасибо.